здравствуйте друзья здесь димитков юрий последнее время я пребываю в некотором смятении дело в том что один из моих зрителей скинул мне в комментарии ссылочку говорит юрий посмотрите вот на это там видео там довольно длинно но может быть вам будет интересно вот и что это за видео это видео которое снято с какой-то конференции там и там выступает сергей спирин сейчас вы его увидите ссылочку на это видео я наверно скину вы найдете под в комментарии я думаю будет под данным видео под моим вот и так вот это видео это сергей спирин ну его фамилия мелькала где-то в чатах я уже встречался вот и ну вы видите что он видео довольно длинное больше часа действительно вот и человек который тоже финансовый консультант но он подходит к этому делу с научной точки зрения меня это видео заинтересовало его подход вот но он рассказывал о своей теории распределение активов но это не его теория это сейчас оказывается ведущая теория вообще финансовом мире распределение активов и дальше он значит приводит вот здесь вы видите значит ну там ряд диаграмм значит у него презентация своя есть вот сейчас вот дальше я прокручиваю видите да вот вот такой график например да современная портфельная теория гарри марковец и он ссылается на гарри марковица который получил нобелевскую премию по экономике в 1990 году за ту работу которую он то ли в качестве диплома то ли в качестве кандидатской диссертации в 1952 году написал но он сказал что вот эта статья которая очень небольшая горит вы можете посмотреть ее на моем сайте вот он этот сайт я туда залез на этот сайт и почитал статью на да вот здесь вот он дальше говорит что ну про распределение активов дальше продолжает и так далее вот вот такой вот интересный график о чем этот график о том что здесь частности например два актива всего есть облигации например и есть акции облигации дают фиксированный доход но этот доход очень маленький акции дают более высокий доход но там есть риски некоторые и гарри марковец говорит что при подходе к формированию портфеля надо учитывать в том числе и риски которые дают те или иные активы и я прочитал вот эту статью сейчас я вам покажу ее гарри марковица она на сайте у сергея спирина выложена ссылку я тоже наверное скину вот вот она гарри марковицы выбор портфеля выбор портфеля это статья в марте 1952 года за которую он и получил нобелевскую премию собственно говоря потому что он предвосхитил развитие всех событий потому что при подходе инвестиций до этого всегда люди выбирали инвестиции с максимальной доходностью а гарри марковец говорит что максимальная доходность это на самом деле не панацея что надо выбирать максимальную доходность с учетом распределения рисков и значит вот этот вот коэффициент риска который потом искать работа получила развитие был шарп еще такой ученый я еще с ним наверное буду знакомиться с его трудами коэффициент шарпа есть который говорит о том что какие инвестиции надежны какие нет и поэтому если подходить вот с этой точки зрения то надо искать компромисс между теми активами которые дают более высокую надежность и теми активами которые дают более высокую доходность и каждый человек должен для себя решить вот это во первых соотношение между надежными и активами и высокодоходными и насколько эти высокодоходные активы дают повышенную доходность вот и насколько они рискованные то есть риск как коэффициент просто учитывается и здесь в статье вот он дает вот подход свой значит здесь формулы на самом деле но я как математик эти формулы очень простые нам на самом деле вот несмотря на то что кажется издалека что это как бы здесь сложно ничего сложного абсолютно я все это понял и прочитал вот эту статью здесь все достижимые комбинации вот риск доходность и соответственно надо выбирать на границе риск доходность собственно говоря все вот то есть надо искать максимально сказать оптимальное соотношение оптимальное оптимальное соотношение он доказал что она существует и как его находить чисто теоретически вот но в то время еще не было так вычисленная техника развита вот пожалуйста вот здесь все допустимые значения скажем три величины и вот здесь вот пересекается линия допустимых значений с линией распределения риска грубо говоря вот и соответственно вот просто берем соединяем две точки и все вот она пожалуйста соотношение которое будет между уже тремя активами x1 x2 и x3 и соответственно вот наша как бы стратегия здесь все достаточно просто но это когда три актива но он говорит что когда актив становится больше просто система становится многомерной собственно говоря вот такая идея вот но понятно что математика это достаточно сложно для большинства людей поэтому я в последующем буду рассказывать об этом ну более популярно постараюсь рассказывать о том что такое коэффициент шарпы и что такое я нашел ну и дальше что я пришел смятение и стал задумываться правильно ли я инвестирую и вы знаете я вспомнил свои инвестиции с чего я начинал так вот да кстати вот здесь почему я хочу скинуть вам вот ссылку на именно эту страничку потому что здесь есть книги вот которые можно скачать просто вот уильям бен стайна если сможете как поколение двухтысячных может медленно разбогатеть значит фрэнк армстронг инвестиционные стратегии ну и так далее значит эти книги ну конечно брошюры и вот он сказать топ-20 статей вот она вот эта статья гарри марковец выбор портфеле разговор с бенджиным грэмом кстати книгу бенджамина грэма я в данный момент читаю это умный инвестор и кто такой бенджамин грэм это извините учитель уорона баффета уоррен баффет это ну самый богатый человек сейчас который как раз на инвестициях больше всего сделал именно руководствуясь вот этими идеями поэтому поэтому вот эти идеи они доказали право на свое существование не просто право а они сейчас господствуют в мире инвестиций и я вот эти книги хочу прочитать и буду постепенно вас знакомить с теми идеями которые изложены но в наиболее популярном виде потому что ну потому что я этим занимаюсь потому что я хочу донести до вас все эти идеи вот ну и еще раз я говорю что я когда только начал инвестировать я совсем ничего там не понимал но я понимал что надо куда-то вкладывать и вкладывать в наиболее надежные активы вы знаете я вспоминаю с чего я начал я начал с того что начал откладывать и я открыл сразу социально-накопительную программу первое что я сделал социально-накопительную программу и когда я стал анализировать там надежность и так далее то в принципе получилось так что это действительно самая надежная инвестиция это зарубежная социально-накопительная программа и доводы были какие что эта компания страховая компания и я отдал свои деньги в управление фонду через страховую компанию значит и фонд управляет моими деньгами так же как деньгами страховой компании почему я это сделал потому что для страховой компании главное это надежность вот что главное для страховой компании не доходность а надежность и именно руководствуясь этими правилами страховая компания выбирает по себе управляющую компанию поэтому значит я открыл сразу на себя программу Евровип, потом на жену мы открыли программу Евровип, а потом мы открыли еще по одной программе уже с фиксированной доходностью. Это тоже было с этой точки зрения абсолютно правильное решение. И часть денег я стал вкладывать в абсолютно рискованные активы, то есть Форекс и спекулятивные торговли, которые дают максимальную доходность. Что вы думаете? Вот эти две инвестиции. Одна абсолютно надежная с минимальной доходностью, там вообще фиксированная доходность это 3,1% годовых в евро, правда. А та, которая Евровип, я честно говоря, нельзя гарантировать ее, но там есть коэффициент Шарпа, там есть выводы о том, что тот фонд, который управляет, он один из самых надежных и очень консервативное управление. Так вот, за прошедшие где-то уже ну скоро 10 лет я убедился в том, что вот Сергей Спирин, он прав, и то, что у меня было, так сказать, как бы в подсознательном виде, сейчас все это просто он расставил на свои места. По полочкам разложил в голове и все. И вот эти мои инвестиции в социальную накопительную программу, они оказались верными, на самом деле, то есть там медленно растут деньги, но они растут медленно и верно, и они растут в валюте. вот, потом, что я начал делать дальше, я абсолютно правильно делал то, что я регулярно, ну, по мере возможности, у меня был период очень тяжелый в жизни, когда я, ну, так сказать, здорово разорился вот за этот период, и у меня не было не то, что возможности откладывать, у меня были серьезные, скажем так, трудности, я влез в кредиты, там уже было ни до чего, приходилось экономить на еде, и поэтому, но, когда я влезал в кредиты, когда я экономил на еде, вот, эти инвестиции оставались неприкосновенными, часть из них мне пришлось вывести, когда совсем было худо, когда уже совсем, когда мои кредиты перевалили, там, мои долги перевалили за 2 миллиона, в общем, пришлось закрыть две программы, вот, и, как ни странно, я получил денег больше, чем ожидал из этих компаний, и вот, кто говорит, что это ненадежно, что это там обманут, и так далее, я получил денег, а там очень скрупулезно все считают, я получил больше даже, чем ожидал, потому что сначала они назвали одну сумму, потом сказали, слушайте, мы пересчитали, тут все точно, и поэтому вам еще там что-то там сто с лишним долларов, вот, здесь, во-первых, все абсолютно надежно, во-вторых, все, я закрыл программу с фиксированной доходностью, оставил программу Евровип, об этих программах я, наверное, в ближайшее время организую закрытый вебинар, поэтому вот, под этим видео будет ссылочка, как записаться на этот вебинар, я всех приглашу обязательно по имейлу, оповещу, когда будет этот вебинар, я скину ссылочку, но он будет закрытый, вот, я буду оповещать всех по имейлу, поэтому я организую запись на этот вебинар, ссылка будет, вот, ну, и дальше, что я начал делать, я вот сейчас оцениваю с точки зрения новых знаний, которые получились, у меня, я стал оценивать вот те активы, которые я рекомендую всем людям, что это такое, это структурные ноты, структурные ноты сейчас как раз дают самую, как бы, оптимальную доходность, самый оптимальный вариант, почему, потому что рынки сейчас уже, ну, фактор снижения налогов в Америке перестает играть роль, будет некое замедление, может быть, даже небольшой спад в экономиках, и поэтому структурные ноты это самый лучший продукт, они дают 10-15% годовых валюте, но правда, они предназначены, их может открыть только квалифицированный инвестор, но у меня есть такой статус квалифицированного инвестора, поэтому структурные ноты, вот, а есть еще структурные продукты защиты капитала, которые дают 100% защиту капитала, они доступны абсолютно всем, которые я вот, ну, как бы, всем рекомендую то же самое, и они дают рост, если, сказать, выбранные активы растут, подробно вы можете ознакомиться с этим тоже, у меня есть видеоряд, и я понял, что я, все, что я говорю, все правильно, на самом деле, вот, но далеко не все правильно, то, что я делаю сам, к сожалению, вот сейчас я перетряхиваю свой портфель, соответственно, с точки зрения выбора акций, да, кстати, я стал анализировать модельный портфель, модельный портфель, который рекомендуют специалисты, вот, из открытия, в частности, модельный портфель доходный, они, ну, во-первых, ребята умные, там, Сергей Хистанов умнейший человек, тоже, значит, там, математик и так далее, и он как раз занимался в отделе рисков, риск менеджмент, он, естественно, все эти статьи знает, он, естественно, все это знает, и подход вот к этому модельному портфелю, он именно такой, именно с этой точки зрения подбираются акции, которые, между которыми отсутствует корреляция, грубо говоря, вот, то есть, они из разных областей экономики, и, ну, сбалансированы, они балансируют друг друга, там есть регулярная, как называется, ребалансировка портфеля, там, регулярно, то есть, все, вся концепция абсолютно правильная, по модельному портфелю, и многие говорят, что вот модельный портфель, там, дает сейчас убыток, значит, сразу после того, как мы открыли убыток, это, естественно, сразу после того, как вы откроете модельный портфель, почти наверняка, будет, портфель уйдет в убыток, потому что, ну, он вот так вот колеблется, да, но он колеблется, колеблется, а все равно по итогам года уходит в плюс. И по итогам, например, там 2016 года он ушел в хороший плюс, там было 34%. Я снимал видео по итогам второго года, 2017 был 24%. Сейчас он в крайне небольшом плюсе, надо сказать, по 2018 году. Ну вот так, то есть все укладывается в эту концепцию. И там прямо вот из разных отраслей экономики все активы собраны. И если уж подходить по большому счету, то какие у меня инвестиции получаются? Это зарубежная социально-накопительная программа, абсолютная надежность в валюте, во-первых. Во-вторых, абсолютная надежность. В-третьих, значит, нет страновых рисков, рисков, связанных со страной. То есть там санкции против Австрии вряд ли кто введет, например. Но низкая доходность, зато в евро. Понимаете? И очень большая часть инвестиций моих там. Потом здесь инвестиции, пожалуйста, структурные ноты, это уже американские акции. Акции американских компаний, которые дают фиксированную доходность, если соблюдается определенное условие. Риск есть, но он минимальный. Дальше. Структурные продукты с защитой капитала. Риска потерять денег нет вообще, но есть вероятность заработать. Это тоже очень хороший продукт. Модельный портфель. Да, есть риск. Значит, там никто не дает гарантии. Есть риск и потерь в том числе. Но, тем не менее, с точки зрения выбора активов, все хорошо. Таким образом, сейчас я просто перетряхиваю свой, пересматриваю подход к своим инвестициям. Но в целом я нахожу, что по большому счету он правильный с одной стороны. Но, с другой стороны, наверное, надо все-таки уменьшать долю риска. Потому что часть денег, которые вот именно трейдинг там и прочее, прочее, это огромный риск с плечами. Я в душе спекулянт. И вот эти видео, эти книги, они убивают во мне спекулянта. И, наверное, это хорошо. Оставайтесь на моем канале. Я буду знакомить вас с тем, что я получил. Я буду постараться доносить это в максимально доступном для всех виде. Максимально разжевывать, чтобы было понятно даже десятикласснику. Это моя цель, на самом деле, чтобы как можно больше людей становились финансово грамотными. Как можно больше людей понимали, что надо заниматься инвестициями. Что никто, кроме нас, не обеспечит нам безбедную старость. Не надо надеяться на пенсию от государства. Ее не будет. То есть она будет, но она обеспечит вам только нищенское существование. Ничего больше. Создавайте источники пассивного дохода. Оставайтесь на моем канале. Смотрите мое видео. Я буду вам стараться помочь всеми силами. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Ну и, как всегда, поставьте лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok